Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. День добрый. В нашей стране снижается заболеваемость ковидом. За минувшие сутки положительный ПЦР выявили лишь у 545 человек. Сейчас лечение в стационарах получают свыше 23 тысяч соотечественников. Из них в тяжелом состоянии. 96 казахстанцев подключены к аппаратам ИВЛ 57 человек. По данным Минздрава, 10 казахстанцев скончались от коронавируса и связаны с ней пневмонией по состоянию на 5 декабря. Вторые сутки пуста. Красная зона. Там продолжительное время находилась Североказахстанская область. Большая часть регионов находится в зеленой зоне. Почти 140 тысяч казахстанцев привились первым компонентом вакцины Pfizer. Это данные межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Еще более 2000 человек получили оба компонента немецко-американского препарата. Большая часть из них подростки, затем идут беременные и кормящие женщины. Всего на сегодня прививки от коронавируса разных производителей в нашей стране получили свыше 8 миллионов человек. Число привитых первым компонентом уже приближается к 9 миллионам. Во Франции начинают вакцинировать детей с 5 лет и закрывают дискотеки. Власти страны пытаются взять под контроль эпидемию в разгар пятой волны. В республике уже выявили 25 носителей штамма омикрона и каждый день регистрируется до 50 тысяч новых заражений. Вирус активно циркулирует среди детей младшего школьного возраста. В преддверии новогодних праздников Совет безопасности принял решение о закрытии дискотек и переводе на дистанционную работу всех, для кого это возможно. Кроме того, в стране снова открывают центры вакцинации. По рекомендациям ученых, прививка от коронавируса не является обязательной, но ее рекомендуют делать детям с ослабленным иммунитетом. Их начнут вакцинировать уже с 15 декабря. Кроме того, власти страны призывают жителей ограничить посещение праздничных мероприятий. Мы четко видим, где риски заражения являются повышенными. Когда мы собираемся в компании, едим ли, пьем ли, стоя рядом друг с другом без масок, это может быть на работе по случаю праздника, может быть дома, новогодние праздники за ужином в большой компании друзей. Мое сообщение очень простое. До конца года мы останавливаемся, защищаемся и защищаем таким образом предстоящие праздники. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников частных компаний. Их насчитывается 184 тысячи. Глава города постановил, что до 27 декабря сотрудники должны получить как минимум одну дозу препарата. Кроме того, с этой же даты в Нью-Йорке все население старше 12 лет должно будет предъявить сертификат вакцинации для посещения фитнес-клубов, развлекательных объектов и ресторанов. У нас есть новый фактор – штамм омикрон. У нас также более холодная погода, что создаст дополнительные проблемы наряду со штаммом дельта. Кроме того, нас ждут праздники, во время которых люди будут много контактировать. Ну а в Испании, в Малаге, рождественская вечеринка в одной из больниц завершилась отнюдь не празднично. После мероприятия ковидом заболели 68 сотрудников отделения интенсивной терапии университетской региональной больницы. Остальной сотне гостей, которая присутствовала на празднике, повезло. Примечательно, что все заболевшие привиты и даже прошли ревакцинацию, поэтому у большинства из них заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. В Италии для борьбы с распространением коронавируса ужесточили ограничения. Согласно новым правилам, бары, рестораны, кинотеатры и ночные клубы смогут посещать только вакцинированные или те, кто недавно переболел коронавирусом. Кроме того, наличие базового сертификата, который можно получить на основании отрицательного теста, становится обязательным для проезда в любом общественном транспорте. Полиция начала проверять документы в автобусах и метро. Поездки без правки чреваты штрафом в размере 450 долларов. В Италии один из самых высоких показателей вакцинации в мире. 80% населения получили одну или две прививки и почти 15% уже прошли ревакцинацию. Полностью согласно с новыми правилами. Это единственный способ выйти из этой ситуации. Я думаю, это действительно хорошо. Люди должны перестать быть против вакцинации. К новым ограничениям никак не могут привыкнуть жители Египта. С 1 декабря в этой стране вступил в силу новый пакет карантинных правил. Невакцинированным гражданам теперь запрещен вход в госучреждения. В итоге по всей стране образовались огромные очереди. Люди, например, не могут получить визы. Под ограничительным колпаком также остались полицейские участки, суды и даже поликлиники. О жизни по новым правилам расскажет Дмитрий Лукша. Одними из первых от новых правил пострадали представители малого бизнеса. Банки вслед за другими госучреждениями также установили антиковидные нормы посещения. QR-код или отрицательный ПЦР-тест сейчас для коммерсантов важнее налоговой декларации. Без него двери финансового заведения закрыты. Тысячи бизнесменов вынуждены менять формат сделок, переводя договоренности в безналичную плоскость. Однако даже в этом случае они не застрахованы от форс-мажора. На недовольство деловой прослойки власти отвечают в том же деловом стиле. Декабрьские ограничения были анонсированы, а значит, времени для решения вопросов было достаточно. Я не могу прививаться по некоторым личным причинам, а постоянно делать ПЦР-тест тоже сложно. Моя компания, к примеру, на прошлой неделе потеряла контракт на 500 тысяч долларов, потому что я не смог попасть в банк, чтобы завершить сделку. Мой ПЦР был просрочен, хотя я был в маске и перчатках. Завтра у меня вновь заканчивается срок действия теста, и я физически не смогу его сделать. И что мне сейчас? Не выходить из дома и бросать работу? Очереди на ПЦР-тест, как и на вакцинацию, впервые с начала пандемии стали виртуальными. И даже в этом случае медицинские услуги расписаны на недели вперед. Сегодня билет в социальную жизнь в виде QR-кода нужно получить для посещения абсолютно всех государственных учреждений, вплоть до полицейских участков и поликлиник. Накануне вынужденный перерыв в работе сделал визовый центр в Каире. Специалисты не справлялись с несколькими сотнями посетителей, пытавшихся попасть внутрь. Власти все сделали правильно. После двухнедельного периода, касавшегося только сотрудников государственных структур, с 1 декабря мера перешла на всех граждан и гостей Египта. Всем было дано время на подготовку. Менее чем за месяц мы планируем вакцинировать 40 миллионов египтян. Пока прививку получили лишь 16 миллионов человек. Это не радикальные меры, а вынужденная защита от угроз пандемии. Новые правила могут оставить без традиционных новогодних каникул египетских студентов. Отсутствие актуальных документов уже сорвало сдачу экзаменов 500 тысячам учащихся. Студентов без QR-кода попросту не пускали на порог университета. Местные студсоветы уже направили в парламент жалобу с просьбой смягчить новое правило. Настроение и отношение чиновников к ограничительным мерам стало понятно накануне. Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, Египет прекратил все прямые рейсы с рядом стран Южной Африки. В США объявили о дипломатическом бойкоте предстоящих Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейм Псаки. Тем самым официальная делегация, представляющая Вашингтон, не поедет на зимнюю Олимпиаду. Решение американских властей не распространяется на спортсменов. Они могут в полной мере выступить на главных стартах четырехлетия. Псаки добавила, что Вашингтон уже уведомил союзников и партнеров за рубежом и предоставил им право самим решать, как поступить в отношении предстоящих игр. С призывами бойкотировать Пекинскую Олимпиаду ранее выступали политики из Австралии, Канады и Норвегии. В Международном Олимпийском комитете заявили, что это личное решение каждого правительства, которое мог в силу своего политического нейтралитета, полностью уважает. В свою очередь в посольстве КНР в США заявили, что американских дипломатов и чиновников на Олимпиаду в Пекин никто не приглашал и отсутствие официальной делегации никак не повлияет на успешное проведение игр. Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине, учитывая продолжающийся геноцид Китая и другие нарушения прав человека. Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку. Вот уже второй день и спокойно в Брюсселе. На этот раз там прошла общенациональная забастовка и манифестация профсоюзов. Митингующие выступают за повышение зарплат и понижение цен на энергоносители. Члены трех крупнейших профсоюзных организаций Королевства выступали также за расширение прав профсоюзов. По оценкам полиции в марше профсоюзов и забастовке транспортников участвовали почти 6 тысяч человек. Участники протеста заявили о том, что требуют достойной заработной платы. По их словам, доходы падают, а вот цены на электричество растут с каждым днем. Колонна манифестантов прошла по бульварному кольцу бельгийской столицы и вызвала серьезные транспортные проблемы в городе. Из-за акции протеста и забастовки транспортников движение в Брюсселе было блокировано. Мы обращаемся к правительству и работодателям. Основная проблема в снижении нашей покупательной способности. Нельзя ожидать повышения зарплат, пока есть закон, блокирующий это. Мы здесь, чтобы отменить его, особенно в условиях роста цен на энергоносители. Эта проблема затрагивает как Бельгию, так и другие страны ЕС. Нефть, бензин, электричество – все растет в цене. В Грузии растет инфляция. Это одна из главных проблем, спровоцированных пандемией. В стране, зависящей от импорта, подорожали бензин, коммунальные услуги и продукты питания. Что же ждет эту страну дальше? Прогнозы экономиста выслушала Юлия Тужилкина. Пандемия убивает всю иммунную систему экономики Грузии. Инфляция тут побила 10-летний антирекорд и составила 12,5% годовых. И как следствие, взлетели цены на товары и услуги. Астрономически за год взлетели цены буквально на все. От топлива до обслуживания. Наиболее болезненно сказывается стоимость продовольственных товаров. Цена на растительное масло повысилась почти на 28%, овощи на 26%, хлеб на 20%, молоко и яйца на 18%. Неутешительны для населения, прежними остались при этом зарплаты. Цены очень повысились, конечно. Естественно, наши зарплаты, у меня, например, 500 лар зарплата. Естественно, от зарплаты до зарплаты дотягиваем с горем пополам, потому что где-то 200 лар отдаешь за коммунальные услуги. Но на 300 лар попробовать проживить цены очень повысились везде. Абсолютно все подорожало. Например, то, что раньше можно было купить на 30 лари, теперь покупаешь чуть ли не за 100 лари. Экономисты выделяют три основные причины такой инфляции и роста цен в стране. Первая – создавшаяся из-за пандемии нестабильная ситуация на внешних рынках, приостановленные производства и перебои с поставкой грузов. Вторая – неурожай. И, как следствие, повышение мировых цен на продукты питания на 33%. Еще одна причина – стимулирование экономики во время пандемии и поддержка населения разными формами. От отсрочки платежей по кредитам до социальных выплат. Все вместе это повлияло на объемы казны. Однако это положение поправимо в случае стабилизации мировой экономики, отмечают аналитики. Я думаю, что где-то может подняться к 13% годовая инфляция. Но, опять же, с первого квартала следующего года мы увидим некоторые тенденции на снижение. То есть есть риск того, что цены еще останутся, двухзначные цифры еще останутся, но средний показатель должен быть где-то в районе 6% в следующем году. Решить проблемы с инфляцией и ростом цен локальной быстро не получится. Грузия зависит от импорта. Национальный банк страны при этом прогнозирует, что к концу 2023 года страна вернется к целевому 3% годовому показателю инфляции. Способствовать этому должно ужесточение монетарной политики, поддержка экспорта и улучшение положения мировой экономики. Надеются в правительстве. Юлия Тужилкина, Шалва, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. В Индии намерены построить 9 атомных реакторов для АЭС. Сдача проекта запланирована на конец 2024 года. Если раньше станции возводили на юге страны, то сейчас площадками для новых объектов станут уже северные районы. Намерения у официального Нью-Дели более чем амбициозные. Власти настроены не только развивать атомную энергетику в регионе, но и создавать единую систему ее производства. Подробнее в материале Александра Калюжного. Настоящим новатором и пионером атомной энергетики величают Индию в местной прессе. В зачет государству ставится первая среди развивающихся стран применение Индии атомной энергетики в мирных целях. На сегодня в стране работают 23 реактора. Однако уже через два года Нью-Дели, надеется, установит еще 9. Подрядчиками при строительстве выступят Франция и Россия. Амбициозный проект, по данным Министерства энергетики, вызван стремительным ростом населения, что влечет за собой и спрос на электроэнергию. В министерстве отметили, что атом в ближайшие годы станет в регионе одним из наиболее важных источников электроэнергии. Пока же основными ресурсами здесь остаются уголь и газ. Индия многие годы страдала от дефицита фассильного топлива. И это при том, что в наших недрах достаточно углеводородов. А мы вынуждены просить импорт по всему миру. В проект на первом этапе будет вложено 800 миллионов долларов инвестиций. Однако мы не исключаем, что сумма может быть увеличена. Запуская новые реакторы, мы сможем реализовать национальный общий индийский проект по выработке электроэнергии. Национальный общий индийский проект подразумевает громкое заявление о себе на мировой атомной арене. Уже сейчас в Министерстве энергетики усилили работу по экспортным направлениям. Среди возможных клиентов будущих атомных реакторов могут быть страны ближнего окружения Индии. Ведутся переговоры с Турцией. Между тем, негосударственные организации критикуют такое решение. При наличии уже работающих атомных установок атом дает самой Индии лишь 3% электроэнергии, когда основные силы реактора входят на экспорт. Спорт делят факты. На сегодня более 70% жителей многомиллионной Индии не имеют доступа к теплу, свету и электричеству. Для властей новые реакторы – очень удачная сделка. Помимо экспорта, Индия заработает плюсы перед Европой и сможет получить новые гранты. А именно, запуск реакторов так или иначе поможет заявить о выполнении Нью-Дели – парижских климатических обязательств. Наши угольные шахты сильно загрязняют окружающую среду, а развитие АЭС покажет, что Индия за чистую энергетику. Однако, если смотреть шире, это может быть и первый шаг многолетней программе по реформации Индии. Запуск девяти новых реакторов запланирован на конец 2024 года. Сама же ядерная программа Нью-Дели намечена до 2030. За это время здесь надеются укрепить заложенные фундаменты, а также расширить территории станций. В разных частях страны уже определяются пять площадок для строительства новых ядерных объектов. Александр Калюжный, Дмитрий Лукши, Ейустат Рахман, Хабар-24, Индия. И о том, что происходит в нашей стране. Авария на теплотрассе Валматы. Пересечение улиц Рыскулова, Жансугурова окутано паром. Движение автомобиля ограничено. По словам очевидцев, вода била из-под асфальта сразу же в нескольких местах. В результате дорогу залило горячей водой, а на месте порыва провалился грунт. Полицейские перекрыли движение по улице Рыскулова. Сейчас на месте аварии работают коммунальщики. Сколько же времени потребуется на ее ликвидацию, пока точно сказать никто не может. Благо цивилизации теперь появились и в самых отдаленных селах на востоке нашей страны. Там к водоснабжению начали подключать населенные пункты, в которых раньше не было ни единой централизованной системы. Новый трубопровод провели по программе развития регионов за счет бюджетных средств на сумму 578 миллионов тенге. Со счастливыми жителями села Солоновка Катон-Карагайского района встретилась Анель Есенбердина. Кульмайра Сарсимбаева одна из первых в Солоновке завела трубу прямо в дом. Говорит, не нарадуется. Даже купили стиральную машину, благо теперь проблем с подключением нет. Бабушка признается, что только сейчас, в 80 с лишним, она начала жить с комфортом. Теперь ей не нужно постоянно бегать за водой с флягами или выпрашивать ее у соседей. С речки брали, пользовались, все равно жили и огороды садили, высаживали все. Государству спасибо за то, что нас помогли нам в деревне, воду провели. Строительство систем водоснабжения Солоновки началось в мае этого года. К осени подрядчики работу закончили. Для обеспечения села возвезено два резервуара вместимостью по 150 кубометров каждый. Следит за ними и насосной станцией. Оператор Андрей Перков. Благо, все автоматизировано. Чтобы разбираться в современных технологиях, Андрей прошел специальное обучение. Приезжали специалисты с Алматы, нас обучили, объяснили, где что находится и как пользоваться. И что делать в случае чрезвычайной ситуации. Здесь есть защита, здесь есть генератор, который в случае отключения электроэнергии автоматически запускается. Поэтому жители без воды не останутся. Еще и по качеству она не уступает любым минеральным источникам. Гордятся сельчане. Сейчас в Вихауле жизнь налаживается. Из 182 домов вода заведена уже в 70. Остальным доступ к центральному водоснабжению обеспечит теперь весной. На следующий год запланировано и освещение, и ремонт улиц. В следующем году у нас планируется в селе Солоновка улица Капышево асфальт, Абая улица Асфальт, протяженность Капышево улицы 1600, и на Абая улице 600 метров. Помимо Солоновки в этом году в Катон-Карагае получили воду жители еще нескольких сел. Среди них самые отдаленные Аршата, Берель, Шингастай. Теперь в районе центральным водоснабжением обеспечено 90% жителей. Анна Лисенбергенович, Горя Баканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Мы продолжаем работу. Казахстанская столица стала первым центрально-азиатским партнером Парижа. Там подписали пакт о сотрудничестве между мэрией и Акиматом двух городов. Закрепленные договором отношения касаются практически всех сфер городской жизни. Инвестиции, развитие новых технологий, бизнеса, торговли, климата, туризма и культуры. Парижская администрация обещает тесно сотрудничать и обмениваться опытом. Делегация Нур-Султана в ходе официального визита встретилась с французскими бизнесменами и провела переговоры по культурному обмену. Власти казахстанской столицы обещают, что уже в будущем году жители Нур-Султана смогут увидеть шедевры из городских музеев Парижа. После подписания пакта о сотрудничестве, руководство городов планирует реализовать и другие совместные проекты. Мы на самом деле хотим обогатить, подпитать и создать культурные связи между Парижем и Нур-Султаном. Этот визит является знаковым для такого сотрудничества. И от имени мэра Парижа я хочу сказать, что мы на самом деле гордимся и радуемся этому соглашению с городом Нур-Султаном. У каждого города, у каждой страны есть свой опыт, уникальный опыт, есть своя история, есть свои традиции, есть свое видение. Поэтому Париж же имеет глубокую историю. Но мир, как говорится, не стоит на одном месте. Вот такие встречи обогащают нас взаимно. Мы видим опыт наших коллег и делимся своим опытом. А вот Корея готова делиться с Казахстаном новыми технологиями по строительству умных ферм. Об этом заявили эксперты на третьем заседании Ассоциации дружбы Корея-Центральная Азия. Онлайн-форум был посвящен развитию сельского хозяйства. На нем выступили представители Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. По словам профессора Ли Йонбома, у корейской и казахстанской столиц большие возможности в агропромышленном сотрудничестве. У нас есть большая территория и человеческие ресурсы, а вот у Кореи новые технологии. При этом профессор Ли отметил нехватку рабочей силы в корейских провинциях. В сельском хозяйстве Кореи 45% это люди старше 60 лет. В Европе такая же ситуация. Молодежь неохотно идет в сельское хозяйство. В Центральной Азии много молодых людей. Их можно привлечь к работе в умных фермах. Они бы познакомились с новыми технологиями и большими данными. И это помогло бы развивать умные фермы Центральной Азии. В вашем регионе тоже население постареет. Но до этого момента есть много времени. Редактор субтитров А.Семкин